Красный против зеленого. В Твери на Комсомольском проспекте изменилась схема движения. Теперь здесь из крайней левой полосы можно только налево. Прежде же на этом месте висел знак, позволяющий двигаться как в сторону Затверича, так и в сторону Нового моста. Эта проблема теперь работает против автомобилистов заодно со светофором, который горит красным больше двух минут и всего 20 секунд зеленым. Наш корреспондент пообщался с жителями Заволжья в утренней пробке и узнал их точку зрения. Будний день в 8 утра. Жители Дальнего Заволжья спешат на работу в центральный район. В эти часы улицы района стоят в глухой пробке. Комсомольский проспект стоит с самого раннего утра. Пробка собирается, начиная от бульвара Шмидта и до самого перекрестка. Водители считают, что главная причина этого затора это светофор, который работает 130 секунд. Горит красный свет и всего 20 с небольшим зеленый. В августе этого года наш телеканал уже рассказывал об этой проблеме. Тогда затор здесь не был настолько плотным и чиновники, сославшись на текущий ремонт дорожного полотна, о конкретных планах перенастройки светофорного объекта рассказывать не стали. Мол, рано. Лишь отметили, что это сложный транспортный узел и главное здесь безопасность. Прошло больше месяца. Комсомольский закатали в новый асфальт, нанесли разметку. А вот красный, короче, не стал. Давно стоите? Давно стоим. Светофора три, наверное. Потому что с той стороны зеленый нормально по времени. Ну, много. А с этой стороны сколько его тут? Мне кажется, секунд 30. Если прежде затор собирал только красный сигнал светофора, то теперь с ним заодно работает и новый дорожный знак над крайней левой полосой. Прежде знак указывал на движение прямо и налево, а теперь там можно только налево. Видимо, этот знак и 140-секундный светофор нацелен на то, чтобы усилить безопасность на дороге. Три недели назад здесь знак был прямо и налево, а теперь поставили только налево. И вся вот эта вот пробка двигается только по одной полосе на перекресток. То есть надо знак обратно менять как минимум. Ну, естественно, менять схему движения, чтобы нормально можно было проехать. По полчаса стоим. Крайнюю левую полосу здесь любят занимать автомобилисты под парковку. Водители вынуждены томиться в средней, чтобы объехать припаркованное авто и встать в нужный ряд для последующего движения. Теперь в большей степени левая полоса стоит пустая, зато средняя тянется едва ли не до самого бульвара Шмидта. У меня одни эмоции, у меня слов мало хороших про работу светофоров здесь. Постоянно стоим в пробке. Убрали полосу проезда прямо с левой полосы. То есть теперь люди вынуждены нарушать правила. Мы отправили в городскую администрацию повторный запрос с просьбой пояснить, будет ли перенастроен в итоге светофорный объект, или же жители Заболжья по-прежнему будут стоять по утрам в глухих пробках. Пока чиновники официально не ответили, но мы будем следить за развитием событий.